Всем привет! Меня зовут Илья. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим, дорогие друзья, о очень важной теме, о очень важных темах. Так скажем, заглянем в самую сущность, в самый корень бас-гитарного искусства, мы поговорим о главных вещах, о главных правилах, о которых должен знать каждый басист и каждый новичок должен перед тем, как выбрать бас-гитару для своим инструментом, полюбить этот инструмент, он должен обязательно это знать и учесть, так сказать, прежде чем начать играть. Ну и для тех, кто уже играет, для профессионалов тоже не будет не лишне точно освежить, освежить, так скажем, память, освежить, так скажем, знания и вспомнить, что же такое и есть сущность бас-гитарного искусства и какие правила существуют. Но прежде чем мы начнем, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, это необходимо для развития моего канала, для того, чтобы алгоритмы ютуба продвигали мое видео. Начнем. Первое правило бас-гитариста гласит то, что бас-гитара в первую очередь это аккомпанирующий инструмент, точно так же, как и барабаны являются аккомпанирующим инструментом. Для многих это может оказаться шоком услышать данную информацию, но тем не менее это так. Что это значит? Это значит, что бас-гитарист будет цениться за то, что он аккомпанирует, поддерживает мелодию, поддерживает солиста, вокалиста и является неотъемлемой частью ритм-секции. Приведу пример. Я знаю одного замечательного музыканта, саксофониста, пианиста, потрясающего суперпрофессионала, занимающегося музыкой очень много лет. Также он играет на бас-гитаре. И те люди, которые слушают его на бас-гитаре, которые играют с ним, они отмечают, что он играет как саксофонист на басу, то есть как пианист, как солист. Несмотря на то, что он отлично владеет и бас-гитарой тоже играет, слэпом, соло, очень. То есть пальцы работают, с виду ничего не скажешь, отлично владеет инструментом. Но те люди, которые с ним работают, те люди, которые его слушают, они отмечают, что все-таки он играет не как басист, не как... То есть остается отпечаток его основного инструмента саксофона. Почему я это говорю? К тому, что это целая философия, это целая культура правильно играть аккомпанемент. Это не так просто, даже если ты технически круто подкован, теоретически крутой музыкант, профессиональный. Это не значит, что у тебя получится правильно понять и пропустить через себя эту философию целую бас-гитары. Так скажем, понять сущность аккомпанемента. В чем это выражается? Это может выражаться не в лучших выборе нот в аккомпанементе. Это может выражаться в не лучших таймингах, в игре большего количества нот, чем надо. И там далее, и так далее, и так далее. Поэтому в первую очередь бас-гитар должен понимать, что он должен играть хорошо именно аккомпанемент. Уже потом все эти навороты, соло, какие-то импровизации и так далее. Если басист не умеет качать и играть круто аккомпанемент, он по сути становится ненужным. Правило номер два. Бас-гитара это грув-машина. Что это значит? Это значит, что работа с ритмом, работа с длительностями, работа с метрономом, работа с таймингами. Это приоритетное направление в занятиях для бас-гитариста. Если вы этим занимаетесь, длительностями, игрой с метрономом, длительностью, ритмом, то это в любом случае суперполезно и, наверное, самое полезное для бас-гитариста, чем можно заниматься. Одно из самых полезных и точно не потраченное время. Приведу пример. У меня каждое правило, естественно, подкреплено примером из реальной жизни. Приведу пример. В 2013 или 2014 году, сейчас не помню, давно было, я был на мастер-классе Криса Колмана в Москве. Это офигенный просто барабанщик, играющий со многими звездами. И он давал мастер-класс, по-моему, в клубе Алексея Козлова. Это было давно. И также он играет на бас-гитаре. Естественно, очень круто владеет бас-гитарой. Он на ней играл, показывал, в общем, и рассказывал про ритм. И он говорил ту вещь, что ритма состоит всего из 10 элементов. И если вы эти 10 элементов хорошо выучите, вызубрите, так сказать, натренируете до автоматизма, то вы будете крутым барабанщиком и будете крутым басистом, так сказать. И у вас никогда не будет проблемы с неровностью игры, никогда не будет проблемы с какой-то рассинхронностью. То есть это секрет и ключ вообще всего всей крутой игры ритма, всей крутой игры аккомпанемента, групп-машины, так сказать. У меня нет оснований ему не верить. Человек проверенный, человек профессиональный, естественно, говорит. Давайте попробуем посчитать. 10 элементов ритма. Я буду считать. Если я неправильно посчитаю, напишите в комментариях. Первая. Целая нота. Вторая. Половинная нота. Это все знают. Четверть, восьмая и шестнадцатая. Четверть, восьмая, шестнадцатая и тридцать вторая. Вот это 6 элементов первые. Дальше у нас идут половинные триоли. Это когда у нас три ноты на такт. Три ноты на 4 удара метронома. Это у нас половинные триоли. Четверть и триоли. Это когда уже 6 соответственно. Восьмые триоли и шестнадцатые триоли. Можно назвать их с историей. Вот 10 элементов ритма. Я их назвал. Мы их сейчас не будем разбирать подробно. Потому что это можно на 30 минут целый ролик снять. Вот эти вот 10 элементов это весь ритм. То есть вам достаточно будет, если вы новичок, это сразу понять и начать над этим работать. Это гораздо ускорит ваш процесс прогрессирования музыки. Прогрессирование игры на бас-гитаре. Еще раз повторюсь. Это приоритетное направление. И работа над вот этими элементами. Можно с каждым отдельно работать. с десятью вот этими. Прорабатывать игра их под метроном. Это будет просто одно из лучших, чем можно заниматься и практиковаться на бас-гитаре. Вот так. Приведу максимально простой пример того, что такое понимание длительности. Понимание вот этих вот элементов ритма. И как правильно над этим работать. Как правильно это вообще понять. Особенно новичкам это будет инфа просто суперценная. К примеру. Возьмем известную песню, которую все знают. И все басисты ее учат, как правило, там в колледжах. Песня Майкл Джексон и Билли Джин, по-моему, называется она. И играется она типа такого. Вот я сыграю сейчас. Послушайте. Я сделаю паузу и скажите, правильно я сыграл эту песню или неправильно. Большинство новичков сыграют именно так. Но если глубоко копнуть и осознать с точки зрения длительности, то это неправильно. То есть это не Билли Джин. Тут ровные восьмые ноты. Билли Джин не играется ровными восьмыми. Билли Джин играется вот так. Это шестнадцатый. Соответственно, восьмые не равно шестнадцатый. И это другая музыка. Это другая пульсация песни. Другая песня будет. Правило номер три. Музыка это не только искусство, не только ремесло. Это еще и образ жизни. Поэтому для того, чтобы добиться каких-то результатов в игре, продвинуться, стать более профессиональным, чем мы сейчас есть, необходимо и без этого никак не обойтись, необходимо сделать музыку. Это частью распорядка дня, частью вашей жизни неотъемлемой. Это как завтрак. То есть вы встали, наливаете кофе с молоком, пьете у вас, вы получаете заряд энергии, бодрость, хорошее настроение с утра. Также с музыкой вы должны брать инструменты, и у вас должно сердце наполняться любовью и добротой, светом. Понимаете? Поэтому без любви в сердце здесь не обойтись. Музыка и бас-гитара должны вас наполнять любовью, наполнять вас энергией, как кофе с утра. И поэтому я рекомендую вам выписать на листочке, допустим, взять лист бумаги и выписать те вещи, которые вас радуют в жизни. Например, проанализируйте свой день, выпишите, вот у меня, мне нравится заниматься вечером на гитаре, там вот меня это наполняет энергией. И если вы вдруг заметите, что игра на бас-гитаре вас наоборот выхолощивает, то есть забирает в вас энергию, делает вас раздражением, какое-то раздражение появляется, какая-то усталость, не наполняет вас, нет любви в сердце, то возможно это не ваше. Четвертое правило. Никогда не следует заниматься бездумно и неосознанно. К примеру, я могу играть какую-то ерунду целыми днями, вот типа такого. Вот можно целыми днями гонять туда-сюда по грифу, но это просто разминка для пальцев, это неосознанная игра. И она ни к чему хорошему не приведет и никакого толку от этого не будет. Только лишь как тренажер. Поэтому гораздо будет прогрессивнее и лучше, и быстрее вы научитесь играть, если вы будете как раз составлять какой-то план необходимый, например, разобрать какую-то песню, позаниматься каким-то элементом слэпа, там какой-нибудь хаммер, октавы, какую-то гармонию выучить, песню, именно мелодию выучить, спеть, сыграть. Это будет гораздо эффективнее, гораздо с точки зрения прогресса и учения ценно, нежели просто гонять что-то бездумное, постоянно импровизировать. Поэтому у меня есть такая проблема, я сейчас сижу просто бездумно играя, от этого никакого нет толку, это меня никак не продвигает вперед, это просто вот как бессмысленный тренажер для пальцев, гонение туда-сюда этих гамм, каких-то фраз. Поэтому всегда стоит относиться к этому вдумчиво. Например, если вы хотите опять же научиться импровизации, возьмите какую-нибудь фразу, снимите и поработайте на ней с метра новым отдельно. Это будет гораздо эффективнее, нежели просто гонять что-то там, какие-то гаммы туда-сюда бесконечно. В этом будет мало толка, поэтому именно вдумчивое занятие приносит больше всего импакта, больше всего пользы. Правило номер пять. Для бас-гитариста супер важно разбираться в ступенях аккордов и в гаммах. Это необходимо для того, чтобы строить правильные аккомпанементы, обыгрывать эти аккорды, соединять их, склеивать, создавать какие-то басовые линии толковые, правильно делать заполнение. И в общем звучать как нормальный бас-гитарист, а как непонятно что. Приведу пример. Группа Нирвана. У меня есть видео на канале, кстати, про ритм-секцию. Я там не все рассказываю, но многое об этом. К примеру, возьмем группу Нирвана. Скажем, басист Крис Новосевич. Это не джаз. Далеко не джаз. Нирвана не джаз, не фьюжн. Это обычная рок-музыка, там гранж. Там ничего сложного нет. Но даже здесь это играет огромную роль, знание вот этих ступеней, правильности выбора нот. К примеру, возьмем Курт Кобейн. Берет гитару, играет аккорд ля-минор, например. Ну вот как-то так я попробую просто. Вот он зажимает баре, например. Большинство новичков, что сделали? Или там, например, люди, которые начинают репетировать. Только новички какие-то, неопытные бас-гитаристы. Вот он берет Курт Кобейн ля-минор. И любой новичок, скорее всего, будет играть в басу тоже ля. Он посмотрит на гриф. А, вот там пятый лад, значит, вот он зажал. Я тоже тут зажму. Но не все так просто. Крист играл, не играл ля. Он играл ми, пятую ступень аккорда ля-минор, квинту в басу. Это придавало звучанию гитары мощь. То есть гитара звучала гораздо тяжелее, гораздо мощнее. Если бы он играл просто в унисон ля, было бы не так. Это фишка. Это крутая фишка. И без этого понимания навряд ли вы станете крутым басистом. А Крист был very nice bass plower. Правило номер шесть. Это съем и анализ партий фирменных великих бас-гитаристов. Это очень важный пункт. Здесь происходит очень большая доля роста, доля обучения. Это подражание крутым, великим. Подражание нет ничего зазорного. Здорово было бы, если бы, например, каждый пропускал через себя вот это огромное количество музыки разных направлений, разных бас-гитаристов. И начиная от фли, заканчивая вутным совершенно разной философией, разной техникой. Но здесь происходит как раз отсеивание. Вы как фильтр, вы оставляете в себе только то, что подходит вам. То, что для вас лучше. То, что для вас звучит. То, что вам надо. И выкидывается весь мусор. В этом нет ничего плохого. Это, наоборот, отличный путь. И в итоге он поможет вам сформировать свой, на самом деле, как бы это ни странно звучало, свой уникальный стиль. Когда вы берете, пропускаете в себя вот это разные философии, разные стили, у вас формирует свой уникальный стиль. И даже все равно не получится второго Маркуса Миллера вутон, но у вас выработает свой крутой какой-то язык в музыке. Не побоюсь этого слова. Правило номер семь. Тренировка слуха. Естественно, для каждого музыканта это не будет лишним. И бас-гитара это, как ни странно, не исключение. Что касается контекста бас-гитары, для нас здесь самое главное это выучить, как звучат основные трезвучия и арпеджио септаккордов. Запомнить их, пропевать их и определять их сразу. Это самое полезное для бас-гитариста. Это будет довольно много, это будет достаточно для начала. Хотя бы знать основное трезвучие. Это мажорная, минорная, полуменьшенная и уменьшенная. Также полезно будет малый мажорный септаккорд, семерочка, доминант септаккорд. Выучить. Там большой мажорный в джазе. И также малый минорный. Вот эти все трезвучия, все эти арпеджио хорошо бы выучить, петь, тренировать их. Это тоже супер полезно и поможет вам быстро снимать на слух, подбирать, слышать аккорды и так далее. Очень много плюсов. И развитие слуха для бас-гитары не исключение. Правило номер... Номер, 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 номер. Как это там было? Номер 7. Правило номер 8. Без исключения любому басисту будет очень полезно и важно научиться играть по цифровке. Цифровка... Что такое цифровка, спросите вы. А цифровка это, значит, циферно-буквенное обозначение музыки, обозначение структуры песни, аранжировки, аккордов. Это упрощенный вариант от чтения с нот. Если вы играете в эстрадном ансамбле на бас-гитаре, не обязательно умеете читать прям дословно с листа. Это не обязательно. Конечно, полезно ускоряет процесс вообще всего, обучение игры, но это не обязательно. Можно научиться хотя бы играть по цифровке, по обозначениям, циферным, буквенным аккордов. Это очень полезный скилл, который тоже требует, так скажем, тренировки и практики. Но поможет вам, так скажем, найти работу очень быстро бас-гитаристам. И очень сэкономить время, так сказать, на подготовку к концертам и выучиванию программы. Я думаю, мы остановимся на 8, больше не будем дальше эту тему развивать. Я думаю, так много информации для осознания, для понимания. Естественно, я не стал там отдельно выделять знания нот на грифе. Это понятно, что это надо знать на бас-гитаре, но это на грифе. И желательно учить с первых занятий сразу нарисовать себе рисунок или распечатать, повесить на стену. Естественно, знания нот. Также очень желательно играть мелодию на басу. Также выучивать мелодию песни, которую вы играете. Не просто аккорды, не просто цифровку учить и по цифровке тупо играть. Просто когда, ну, даже не слышать, что там в музыке происходит, просто вот тыкать там, где у вас по цифровке инфа. Естественно, учить материал, знать все мелодии, это тоже суперполезно. Это тоже очень важно. Как говорил Pastorius, мелодия – это самое главное в песне, это альфа, она полностью определяет линию баса. Не стоит об этом, дорогие друзья, забывать лишний раз и напоминать себе. Можно даже распечатать и повесить на стену слова великого музыканта. Вот, на этом сегодня все. Я думаю, восьми пока пунктов хватит. Я думаю, что это видео будет полезно, особенно новичкам. И не только новичкам, еще раз повторюсь, всем полезно. Всем полезно, это супер важно. Поэтому хочу сказать всем спасибо, что посмотрели, естественно, это видео. Ставьте обязательно колокольчик, ставьте обязательно лайки и не забывайте комментировать. Потому что YouTube такой, он любит, чтобы комментировали видео, любит, чтобы была активность, любит, чтобы там лайки-дизлайки были. В общем, для этого полезно. Для моего канал, для меня, для продвижения этого, так скажем, бас-гитарного контента, дорогие друзья. Друзья, всего того, что нам интересно, что мы любим, всем сердцем. Все, друзья, на этом все. Всем спасибо, всем пока, любовь и доброта. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...